ПОДАРЕНИЕ ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ УСТНОЙ РЕЧИ Существует множество сомнений, как правильно произносить слово, возникших под влиянием диалектов. Исконно так сложилось, что у нас ударение не фиксированное, а разноместное, то есть свободное. Например, зима – зиму, вода – воду. Ударение может с течением времени изменяться. Не так давно считалось правильным произношение металлургия, индустрия, полиграфия. Сейчас нормативом является металлургия, индустрия, полиграфия. Также спорный вопрос в правильном склонении слов. Например, название нашего города – Конаково – правильно пишется и произносится, отвечая на вопрос «где?» – в Конакове. Хотя нашим жителям привычно произносить «в Конаково», но вариант «в Конакове» не является ошибкой. Помимо этого, из-за неправильного ударения можно не донести смысл слова. Например, белки – это жители леса, а белки – высокомолекулярные органические вещества. Следует запомнить слова с неподвижным ударением «бант», «звонит», «красивый», «облегчить», «торт». Место ударения также зависит от происхождения слова. Многие заимствованы из других языков, большинство из французского. И ударение сохраняют на последнем слоге «диспансер», «жалюзи» и прочие. Хорошо, правила русского языка мы изучаем в школе, со временем-то мы их забываем. Ну почему ты так думаешь? Мы же постоянно говорим эти слова, соответственно, мы их запоминаем. Ну ладно, скажи мне, новорожденный или новорожденный? Новорожденный. Может быть, спросим о конаковчан, как правильно? Что, каких конаковчан? Конаковцев. В таком случае, новорожденный, а не новорожденный. Скажите, договор или договор? По-моему, нужна, сейчас разрешено, по-моему, в две формы. Мне нравится больше договор. 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 Торты или торты? Торты. 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 Позвонишь или позвонишь? Позвонишь. 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 позвонишь 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 новорожденный или новорожденный 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 творог или творог 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 по моему вот творог тоже разрешено две формы Ой, фу, я умоялась Да, люди у нас громотные Что-то мы с тобой заговорились Кстати, хорошо, да, наверное, что ввели новые нормы русского языка? Какие? Приказ Миноборнауки Российской Федерации Об учреждении списка словарей, содержащих нормы современного русского языка Вступил в силу 1 сентября 2009 года В утвержденный список вошли 4 справочника Орфографический, грамматический, фразеологический и словарь ударений Речь не идет об изменении правил русского языка Словари лишь фиксируют нормы великого и могучего Отражают то, что уже есть в языке Теперь не ошибка сказать черное кофе Или поставить ударение в слове договор на первый слог Также словари разрешают говорить йогурт и йогурт По средам и по средам Интернет правильно писать только с большой буквы От схинвали не иначе, как с буквой и на конце Также новые справочники оставляют без изменений нормы произношения слов Торты, звонит и красивее Русский язык постоянно меняется И за 100 лет в обиход вошло много новых слов и новых понятий По мнению экспертов, прежде чем вводить изменения в русскую речь Они должны быть хорошо изучены Скоро 1 сентября и ребята пойдут в школу И они уже будут изучать новые нормы речи Отныне пригласить на файфу клок выпить в чашечку вкусного кофе Теперь норма Это была рубрика Фонтан и ее ведущая Ирина Шарапова Дарья Корочкина До свидания Говорите правильно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова